Добрый вечер, уважаемые зрители и участники фестиваля Культ кино 2020. Наш фестиваль подошел к концу, пришло время подвести итоги, и мы намеренно не звали вас в онлайн-конференции, надеясь следующей весной в рамках Киноклуба провести торжественное награждение победителей. А теперь я передаю слово Владимиру Марковичу Перцеву, звукорежиссеру, заслуженному работнику Культуры Российской Федерации, преподавателю Санкт-Петербургского института кино и телевидения, кафедры звукорежиссуры. Пожалуйста, Владимир Маркович, вам слово. Вас вызывает Владимир Маркович. У меня такой первый опыт, я председатель, и хотя я не считаю, что это какая-то такая уж выдающаяся... Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я с большим удовольствием просмотрел всю программу и даже некоторые фильмы пересматривал. И мне это доставило удовольствие, потому что вот какая-то программа... Вы знаете, это был период, когда я просто по нашему даже институту служил, когда какие-то темы были очень странные. Как-то был период, когда студенты какие-то брали очень такие тяжелые для восприятия темы. А вот я первый раз смотрю в таком количестве фильмы вашего института, и вдруг, совершенно, может быть, неожиданно для себя, увидел, что у вас своя какая-то интересная школа. Мне некоторые фильмы очень понравились, и я хочу поблагодарить всех ребят, которые, видно, что очень серьезно и вдумчиво и заинтересованно работали на этих картинах. Это с точки зрения даже удивляет даже то, что, я так понимаю, что нет такой технической хорошей базы в институте и в других институтах кино. Но ребята справились с очень интересными и трудными задачами. Вот. Хочется пожелать, чтобы все это оставалось, и несмотря на то, что сегодня очень тяжелые времена для нашего искусства, это очень сложно. Я даже не представляю, это у меня первый курс, даже не представляю, как они начнут работать сейчас в этих условиях. Но, знаете, я видел этого, и с удовольствием убедился в том, что работа не стояла на месте, и очень серьезно ребята доделывали, работали со своими картинами. Пусть это будет вашим таким правилом железным, чтобы вот так вот работать, и чтобы это не уходило никуда. Удачи вам всем, и хороших новых работ, и в дальнейшем хороших работ после окончания института. Удачи всем. Спасибо. Спасибо, Владимир Маркович. И я передаю слово заведующей нашей кафедры Ирине Всеволодовне Евтеевой. Пожалуйста. Спасибо. К сожалению, мы закрываем наш фестиваль. Вот. Он состоялся по всем видимым и невидимым причинам. Невидимым, потому что не видели мы зрителей в зале. Но, тем не менее, чувствовали дыхание ваше с экранов, будем говорить, зума и интернета. Сейчас произнесут фамилии победителей и фильмов. А мы с вами прощаемся. Я хочу сказать, что фестиваль был интересный. Работы были представлены очень профессиональные. Поздравляю и мастеров кафедр, и участников, собственно говоря, самих студентов. Ну, а теперь наш фестиваль, который проходил в онлайн, можно сказать, закрыт. И мы надеваем маски. И прощаемся до следующего года, надеясь уже без этого масочного украшения. До свидания. До новых встреч. Не в онлайн. Гран-при кинофестиваля «Кулькино-2020». Фильм «Путешествие из точки А в точку А». Режиссер Павел Титов. Мастерская Юрия Феттинга. В номинации «Игровой фильм». Диплом первой степени. Фильм «На конюшню». Режиссер Рамазан Валиев. Мастерская Александра Киселева. Диплом второй степени. Фильм «Без вести». Режиссер Полина Суханова. Мастерская Алексея Гусева и Сергея Карандашова. Диплом третьей степени. «Черное море». Режиссер Дарий Ивко. Мастерская Владимира Сорокина и Сергея Рыжука. В номинации «Документальный фильм». Диплом первой степени. Фильм «Одинокие сердца». Режиссер Ангелина Морозова. Мастерская Алексея Гусева и Сергея Карандашова. Диплом второй степени. Фильм «Театр, который не кончается». Режиссер Анджелика Григорьева. Мастерская Александра Киселева. Диплом третьей степени. Фильм «Аналоговый сигнал». Режиссер Ирина Гельманова. Мастерская Алексея Гусева и Сергея Карандашова. В номинации «Экспериментальный фильм». Диплом первой степени разделили. Фильм «Дыхание черного неба». Режиссер Алина Бирюкова. Мастерская Марины Романовой. И фильм «Чэндж Юр Майт». Режиссеры Сусана Кадукова и Мария Сгонникова. Мастерская Людмилы Позняковой и Игоря Феоктистова. Диплом второй степени. Фильм «Этапы». Режиссер Лев Новиков. Мастерская Сергея Карандашова и Марины Романовой. Диплом третьей степени. Фильм «Дом». Ангелина Клименко. Мастерская Марины Романовой. В номинации «Дебют». Фильм «5.60». Режиссер Ян Катаев. Мастерская Марины Романовой. Приз жюри. За лучшее стилистическое решение в жанре антиутопии. Фильм «Мило идет на танцы». Режиссер Влад Гриценко. Мастерская Александра Киселева. Специальный приз за интонацию. Фильм «Утро Полины». Режиссер Алиса Лю. Мастерская Владимира Чутко. Специальный диплом за лучик надежды. Фильм «Люмия». Режиссер Амир Махмутов. Мастерская Юрия Фетинга. Специальный диплом за актерский ансамбль. Фильм «Продолжай восхождение. Достигнув вершины». Режиссер Анна Сичинская. Мастерская Александра Киселева. Студенческая жюри отметила следующие фильмы и признала их лучшими. Среди игровых фильмов «Мило идет на танцы». Режиссер Влад Гриценко. Среди документальных фильмов «Одинокие сердца». Режиссер Ангелина Морозова. Среди экспериментальных фильмов «Фильм «Люмия». Режиссер Амир Махмутов. Лучший дебют. Фильм «Шум». Режиссер Игорь Осипов. Режиссер Екатеринка. Режиссер Амир Махмутов. Режиссер Екатеринка. Продолжение следует...